Друзья, всем большой привет! Северные Каролины. Начала гореть, машина поехала. Мы поехали по магазинам, и первый магазин это... Ой, переворачивай. В общем, это рукодельный магазин Joan Fabrics & Crafts. Я решила все-таки доехать и посмотреть, по чем ткани. Сейчас будем с вами смотреть. Потом тут есть рядом магазин, тоже интересный. Может зайдем, может нет. А пока пойдемте в ткани. У нас сегодня вот такая погода, пасмурная. Может даже и дождик пойдет. Вот. Joan Fabrics & Crafts. 11 долларов вот. Не знаю, что это. Какие-то отрезы маленькие совсем. Вот, 25% off. Нужно смотреть изначальные цены. А, набор тканей, видишь, они разного цвета. Ну, я вижу, но это типа для кукол, я не знаю, шить или там какие-то поделки. Это хлопок. Это хлопок. Плотный очень. Только я не пойму, где цена. Откуда отнимать 25%, чтобы... Мне-то, конечно, на такое не нужно. Это, наверное, типа на пилю... А, это она постельная. Это бязь. Это плотная бязь. Прям очень такая плотная, даже грубая. А, вот цена, да? 8 долларов ярд. А что такое ярд? Ну, сколько это? Я забыла посчитать. Это в метрах все добрала. Это все хлопок. Мне нужно посмотреть... Вот, котон. Нужно такое... Кулирку какую-нибудь посмотреть почем. Здесь весело, да, вот? С вами Паша поехал. А вот 2 доллара. 2 доллара. Все то же самое. Ну, это грубая. Из нее ничего такого не сошьешь, не платье. Она будет некрусиво стоять. Волны не будет ложиться. Это все как на постельное, на какие-нибудь, не знаю, шторки. Хотя он... Вот. Ну, немного тянется. Вот так. Чуть тянется. 2 доллара фабрик вартерс. А здесь не написано, что за ярд? Что мили? А, метр. Почти метр, да? Не хватает сколько-то. То есть это меньше метра, да, ярд? Оу. Понятно. Ну, вот, получается, цена. 6-7 долларов за меньше метра. Короче, надо пойти посмотреть, из чего майки всякие сшиваются. Или хотя бы красивые какие-нибудь ткани. для платьев. Holiday Catone. 25%. Тоже не написано. От чего? Где цена? О, там 2 доллара. Вот какие расцветочки классные. О, скатерти, типа, можно шить, наверное. На Хэллоуин они, наверное, берут. Прям вот стенд для Хэллоуина. Ну, что? Как тебе цены витали? Не понятно? 10 долларов. В общем, много расцветок. Ну, мне пока такое не надо. Это, типа, флиса, но грубого. Или это подложки какие-то вот. Здесь музычка играет. О, вот. Вот это уже трикотаж. Тонкий достаточно. Не знаю, что это. Как между кулиркой и футером. Ну, нет, это как плотная-плотная кулирка. Наверное, это кулирка такая. Мне такое тоже не нужно. Так себе расцветки для детей. Шить что-нибудь. Вот такие. Почем, кстати? Тоже не написано. Цен что-то нету нигде. Цены есть. Это я такая слепая. Вот. 15 долларов за ярд. Что-то мягкое. Вот. Что это можно шить? Какую-то кофточку такую под шубку. Пока ничего интересного не вижу. Из чего можно что-то шить. Вот 16-17 тоже долларов. Вот эти ткани. У меня даже нету в голове пока модели. Что можно шить? Скидки. Можно было бы для начала какую-нибудь футболку себе. Ну, чтоб пальцы размять. Давно не шила. Для футболки обычная кулирка. Так, это что у нас? Мне бы помогло, если бы они написали. Кулирка там, футер. Вот это все оно с примесями синтетики. Сколько я щупаю. Все гладкое достаточно. И изнанка вот такая гладкая, как синтетика. Есть же всякие ткани типа масло называется. Вот это типа масло. Из них тоже там кофты шьют разные. Блузки, кофточки такие. Да, вот это все по типу масло. И сколько? Вот оно 18 долларов стоит за метр. Что-то как-то... Что-то вообще негуманно, товарищи. Вообще негуманно. Я такую кофту куплю. Блуз. Кофты, слушайте, не очень красиво. Блузку можно купить. Наверное, как раз вот, ну, самую недорогую. Там за 18, за 20, за 25. Потому что метра-то не хватит, наверное. Вот за 14. Но тут были... А, здесь как раскидок нету. Здесь окошко пустое. Вот тут есть. 25%. Здесь что-то вот надо рассчитать. Я давно не шила и уже перестала видеть. Вот обычно, знаете, как смотришь на ткани, уже представляешь, что можно из нее сшить. Вот ты видишь уже. Это платье, там, это блузка, это там лонг слив, свитшот. А я хожу сейчас и ничего не вижу. Я не понимаю. Вот красиво это, конечно. Ну, это тоже плотное, не особо летнее. 18 долларов стоит. И я пока не понимаю, вот это 25%. Что это за вот эти график. Что это? 59 центов, 44 центов. Пока ничего не понимаю. Ну, это, наверное, шторные. Такие плотные. Тюль. Можно шторку себе сшить такую. Пеструю, аляповатую, я бы сказала. Это что это? Тюль такой. Так же 25%. Или свадебные. Наверное, это как на свадьбу вот эта фата в том числе. Это сетка. Сетка-то это называется, с пайетками. Ну, здесь, конечно, такие ткани чересчур. Для меня, по крайней мере. Вот это тоже кулирка плотная. Детская. 15? 15 долларов. 13 долларов такие цены на детские. У меня уже такое никто, конечно, носить не будет. Нет, прям очень плотная ткань. Динозаврики. Ну, написано 13-30 долларов за ярд. Вот, самая простая такая тонкая-тонкая кулирка. 13 долларов. До какого качества? Я бы сказала, среднего весьма. Мне кажется, она катышками сразу покроется. Так все цены, да? А это красивый материал. Какой-нибудь летний костюмчик. Какие-нибудь брючки или платья, сарафан. Посмотрим, сколько стоит. Стоит 13 долларов за ярд. Ну, это на пеленке все. Материал на пеленке. 10 долларов. Много расцветок. Это выкройки, да? Это выкройки. 30% каждый день. Почем они? Кто-то видит цену? Нет, это, наверное, на сингер цена. А, машинки можно посмотреть, да. Так, а почем выкройка? Просто... Единственное, я не знаю, что такое. Макколз выкройка. Нужно знать отзывы, как она сядет. А мне, например, борда, вот это она. Нужно было ее ушивать. Здесь целый стенд. А, вон написано выкройки 3-4 доллара. Офигеть. Я такого еще... Вот я не видела такого. Что так можно выкройку купить. Это очень удобно. Да я ее могу скачать и распечатать. Там в интернете столько выложено. Ну, вообще, я не... Уже, наверное, определенный размер. Ну, я же так и делала, да, складывала. Просто прикольно, что вот окрас. И все модели, да. В этом еще ткан. Сразу и мальчика, девочки, видишь? Да. Нет, это... А, ну да, наверное, жилет мальчику. Уф-то, девочки. А это Симплисити. Вот такие журналы у меня были, кстати. Да. А, вон модели. Они их спрятали. 100 долларов, бразер, 17 швов. Где она? Ну, там где-то засунута. А мы ее сдали. А вот квилтинг. Это компьютеризированная, плюс еще и квилтинг машин, бразер. Сколько стоит, непонятно. Спрятано где-то. Видимо, они им не нужны, да? А это каталоги, наверное, выкраек. А просто странно, что они там спрятаны. У нас, как бы, заходишь, и там машинки будут. Если они спрятаны, так... Посмотрим еще, под чем пряжа. Ножницы 40. У меня ножниц тоже нет. 20. 17. Вот у нас, помню, такая фирма, да? Физкарс. Мне кажется, была. А вот это, как раз, то, что, где брестанье, он нажимает, что ножнички. Так у меня были, помнишь? Я нитки обрезала, хвостики на верлоке. Так вот. Это такие, да? А я просто не раскладывала их. Всякие ножнички. А вот пряжа. Я же собралась научиться вязать крючком. Да, ты обратила внимание, что много людей. Да, людей много. Я думала, вообще никого нету. Я только думала, что американцы. Нет, я не знаю. Бабушки ходят в шлют. Ну, смотри, это для каких-то определенных целей. Я еще не разбираюсь в ней. Не, ну вообще ничего мне говорить. Для крючка какая нужна именно фирмы. Вот я слышала мускат. Ты видишь мускат? Я не знаю, почему она толстая. Та не, у меня же есть у набора пока. По цвету выбираешься? Там не только по цвету, там по толщине. А? Вот это лучше салон. Ну да. Бейшмайки раскрашивать. Ну, в общем, я пока в нитках не ориентируюсь. Вот биг-твист. Что для вязания спицами, что для вязания крючком. Это я просто зашла посмотреть цену. Вот четыре с половиной доллара. Ткани я уже посмотрела. Но можно заказывать. На Амазоне, например. А это как такая интересная структура. Странная. Грубая нитка такая. Уже должна быть мягкая пряжа. Это уже потому, что... В общем, ладно, не буду позориться, потому что я не понимаю в ней ничего. Это уже не пряжа. Хотя... А, вот. Вот такие штуки мне прислали. Вот такие. Вот они все приспособы, крючки. Все крючки тут. Корун. Пять с половиной долларов. Ну, в общем, вот такие цены тут. Пока мне хватит того, что мне прислали. С темы. Потом будем думать, что с этим делать. Ткани мне не понравились вообще. Как-то... Кулирка какая-то такая скучная. Может, я плохо посмотрела, конечно. Плюс цены такие неинтересные. Бэби-ярн. Это, наверное, для детей вязать. Вот, да. Она, наверное, гипоаллергенная. Где составы у них? С собачкой ходят. Ну, вот. Все. Ладно. Классический. Классик-ярн. Пример, как вы можете связать. Ох, Валя, нет. А, это лента. Я думала, это скотч. Валя, у нас скотч любит разные. Это ленты. Ленты. 10 долларов. Не, ну, в магазине все дороже, да? Естественно. А, естественно. Скотч есть, да? А, сейчас я посмотрю, пуговки. Все возможные красивенные пуговки. Класс. Когда шьешь, шьешь изделие, а потом надо пуговки подбирать. Это детские. Супер. Сколько стоит? Стоит 4,79. И лент. Целая гора лент разнообразных. О, это для хранения, да? О, смотри. Прикольная штука. Такой не видела. А, я хотела сказать, еще нужен для чемодана, чтобы переезжать с ней. Прикинь, она есть. Ручка. Выдвигаешь. И едешь в путешествие, да, Виталь? В чем путешествие? Американцы, что ребята снимаете? Не, на океан. Я с собой шью там, понимаешь? Мы же положили, и мы в следующую квартиру поехали. Бизнес? Прикольно. Ммм, вообще супер. Какие красивые корабульки. По чем они, интересно? Сингер производит, которая машинки делает 50 долларов. Ммм, классный. Сундучок. Собачка бродит. Вот, что внутри тут, пластиковая вставка. Красиво, да? Журналы. Журналы. Стикер. Вот, из-за чего я вдохновилась. Вот, Виталь, смотри, какие можно изделия шить. Это же я посмотрела и подумала, а я же, ну, смотри, как красиво. Короче, это крючок означает, вот это кротит. Я просто не знала. Ну, почему логично. Я думала, я смотрела, вот, или кротит, кротит. Может, я даже неправильно произношу опять. Прямо, какие прикольные. Да? Вообще вещи интересные. Ну, там есть и функциональные. Есть игрушки, а есть функциональные. Там даже погремушки можно вязать. Вот, какие классные. Ну, здесь все однотипное. Они, ну, ого. Блин, какие классные куклы. Даже мобили вот эти, которые над кроваткой кружатся, можно вязать. Да. Все можно вязать. Вязать-то не больше? Да ну нет, мне же надо научиться. Что это? Да нет. Нет, я не смогу. Это надо руку набить, чтобы по-английски все. Гарри Поттер, Хугвартс. Я не разбираюсь пока в схемах вообще. Смотри, Гарри Поттер, книга заклинаний. Больше? А может, они заклинаний. но в этом в книжном магазине получше журналы были там вообще там столько всего мне кажется это уже что-то другое вышивание вышивание но кому нужно это так чисто для себя тоже классная хобби хоспитал винга больничное крыло что это да сейчас пойдем так там молнии молнии помню тоже покупала молнии кстати не так и не научилась вшивать адекватно кофту сшила молнию как-то так плохо сшила у меня была перекошенная кофта в результате так а вот нет нет и почему 10 долларов такой набор я за 17 долларов но не ну тут же различается конечно качествами естественно я купила за 17 долларов там набора и не так в количестве 20 с чем-то штук и шпулек 40 долларов это просто может хорошая фирма немецкая наверно вот гутерман мне вот такие нравятся коробки а за счет ткани да все я досматриваю пойдем все сейчас пашу же все лампу какую лампу это лампа напольная что ли 252 доллара вместе с этим с кармашком до этих о да такие лампы вообще классные для вот всяких я вот вышиваю но я не вышел я не вышивая картину потому что я хотел раскрашивая это что за штука кстати и что-то как зачем ты его хотел это когда плохое зрение или там чё-то ноте приблизит металя за пяльцы по моему и что это вон она вставила туда или что это вообще оптикал грейд магнифер лет а иллюминейтед ну просто я смотрю она туда вставила как на шее повесила ее и вышивает а вот такие вот вам пода маленькие для машинок не надо вообще прикольно мне то что мне такая нравится лампа она в куска дешевле помогает это да и рассмотрел позади на 75 долларов стоит и тоже с этими карманами и зарядка по моему счету телефона да там же на летом еще крутая подставка для стала просто в общем это типа для краситься вот это бы она просто да где вы такую нашли вообще мне мне не хочешь об она красилась пока что поэтому мой куклы мне кажется рановато идемте ладно все в принципе понятен порядок цен здесь для творчества шнурочки принципе мне это не нужно мне интересовали ткани и пряжа то вам сокровища нужно это для изготовления шармы разная вы чё убегаете от меня какие сокровища 6 долларов ухты собачки но сегодня собачками приключилась нехорошая прямо под окнами одна собака на другую напала и хозяева пытались разнять и там такой виз крик стоял ужас просто и на одна собака другую все-таки покалечила паша она 2 собака долго визжала потом почему-то как-то страшно а это вообще пахнет это сухо цветы прямо пахнет 17 долларов дейзи ромашки думаю это искусственно это посушенная высушенная растение лаванда лаванда 17 долларов тоже это мини-кондитерский отдел форма разные для конфеток молды с половиной долларом ладно мои уже сбежали от меня это же надо уходить да и Продолжение следует...